Библейский портал экзегет.ру представляет Получили от них независимость после военной победы Но предыдущая глава была посвящена воинам с окрестными народами Среди которых тоже много тех, кто с иудеями не дружит Но с селевкидом все не имется Вот большая империя, она никак не может простить иудеям этой победы Чего их так мало, а они добились независимости Мы, наверное, вот не дожали Вот, наверное, надо пойти и все-таки их там добить У нас же куча войск, у нас же великая держава У нас же воинская слава У нас Александр Македонский совсем недавно тут воевал и всех победил А мы еще не можем Какой-то крохотный народец То, что мы с ним договорились, да но эти договоренности И без них прекрасно мы разберемся Примерно так думают селевкиды и возобновляют боевые действия В 149 году датировки идут всегда по селевкидской эре То есть от Александра Македонского Ну и это, соответственно, у нас или селевкидская, или македонская эра 149 год, 163-162 год до нашей эры, нашего лета исчисления Поскольку там года не полностью совпадают Новый год в разное время Тогда и сейчас Так вот, в 149 году людям иуды стало известно Что на иудею с полчищем идет Антиохов Патр Это, собственно, тогдашний царь Селевкидский, а с ним лисий, его опекун и управитель государственных дел Ну, фактически, его не то, что премьер-министр, а даже регент Тот, кто правит, пожалуй, даже больше, чем царь И у каждого еленское войско 110 тысяч пеших 5300 конных 22 слона и 300 серпоносных колесниц Серпоносных, то есть на колесах У них такие серпы вытянутые Которые, когда колеса вращаются Соответственно, со свистом разрезают воздух И там, врезаясь в строй воинов Они просто уродуют всех, кто Близко находится Примкнул к ним и Менилай А Менилай – первосвященник Ну, трудно его без кавычек называть первосвященником Потому что это такой типичный колобозерационист Который старается с селевкидами договориться о своем личном правлении И предлагает им все, что угодно Лишь бы остаться на этой первосвященнической должности Менилай стал обращать к Антиоху свои весьма лицемирные призывы Потому что думал не о спасении Отечества Но о том, как захватить власть Его прогнали из Иерусалима Ему обратно хочется Но царь царей – это титул персидского царя Шахин-шах, кстати, как и в последующие времена Это оставалось титулом персидского царя До тех пор, пока в Иране вообще были цари Пробудил в Антиохе гнев на этого негодяя Соответственно, вот некий восточный персидский царь Он повлиял на Антиоха Поскольку Персия тоже входит в его селевкидскую державу И поскольку Лисия указал на Менилая, как на виновников всех бед Царь приказал отвезти его в Берееве и казнить по обычаю того места Это на самом деле город Алеппо, который недавно стал печально известен Благодаря военным действиям, которые там проходят Ну, про казнь мы сейчас прочитаем Что за обычай того места А там есть башня в 50 локтей, то есть 20 небольших метров, наполненная пеплом В ней было вращающееся устройство, с которого соскальзывали в пепел Странная немножко казнь То есть, зачем ее наполнили пеплом? Там, наверное, что-то у них периодически надо было сжигать От пепла туда ссыпали Все, кто повинен был святотасту или совершил некие иные неслыханные злодеяния Сталкивают туда на погибель Соответственно, человек в пепле задыхается Он погружается в него и не может там дышать Всех тех, кто повинен святотасту или совершил некие иные неслыханные злодеяния Кидают туда на погибель Вот какой смертью выпало умереть преступному Менилаю И клочка земли ему не досталось и по делам Ну и потом, видимо, он там разлагается, тело человека в этом пепле И вот после всех преступлений против жертвенника, огонь которого был свят И пепел свят, он смерть свою нашел в пепле Огонь свят на жертвеннике То есть, жертвы сжигаются огнем И, соответственно, сам огонь на иерусалимском жертвеннике свят А тот, кто против иерусалимского храма или города Иерусалима Тот и против священного огня Между тем, царь, ну, соответственно, это у нас антиохов патр Вынашивая замысла еще более варварски И наступала, чтобы дать им урока строже, чем бывало при его отце Вот непостоянство этой верховной селевкидской власти Как только их прижмут, как только разгромят в бою, они договариваются Но потом они эти договоренности очень быстро аннулируют Узнав об этом, Иуда велелся ему народу денно и ночным призывать Господа Дабы и теперь, как некогда прежде, он помог тем, кто мог лишиться и закона, и отечества, и святого храма И не позволил, чтобы народ, который едва успел вздохнуть свободно, подчинялся богохульным язычникам Ну вот здесь молитва упоминается, как, собственно, первое дело на войне, прежде любых других приготовлений После того, как все вместе они совершили это, и целых три дня непрерывно моллились милосердному Господу Плача, постясь и простираясь ниц, Иуда приободрил их и приказал выступать в поход А наедине со старичными он постановил, прежде чем войско царя войдет в Иудею и завладеет городом Выйти ему навстречу, чтобы с Божьей помощью решить дело Вот уже Маковейское войско идет на открытое сражение в открытом поле Оно уже не боится селевкидской армии абсолютно До этого очень часто они уклонялись от сражения, довели партизанскую войну Ну а крепле убедились в своей способности побеждать Предоставив попечение об этом зажидителю мира и призвав своих людей храбро стоять насмерть за законы, за храм, за город, за отечество и за гражданское общежительство Он расположился станом возле Модеина, Модеин один из городов Дав своим людям условный знак победа Бога, да, вот видите у них уже девиз или пароль, с которым они друг друга опознают Он с отборными доблестными юношами ночью бросился на царский шатер Ночью все-таки спецоперация, да, все-таки такой вот прием, при котором меньше войска может одолеть больше Напал на стан, уничтожил около двух тысяч человек, а кроме того заколол самого большого слона вместе с его погонщиком Слоны это, конечно, ударная сила, поэтому даже одного слона завалить это все-таки очень большой успех Наконец, нагнав на стан страх и смятение, они благополучно отошли И случилось это уже на рассвете, ибо Господь осенял его своим покровительством Даже вот в ситуации, когда достаточно светло, чтобы их распознать и преследовать Царь же, испытав какова отвага иудеев, постарался разведать местность И двинулся к Бетсуре, мощной твердыния иудеев Наткнулся на препятствия, был отбит, потерял людей А Иуда послал сидевшим в крепости все необходимое Соответственно, Бетсуру у нас постоянная приграничная крепость, которая первой обороняется И ее устойчивая оборона, это, собственно, признак того, что все хорошо Эту тайну открыл врагам родок из иудейского войска, но был изобличен, схвачен, заточен Кто это такой, неизвестно Во всяком случае, он, очевидно, подсказал селевкицкому войску, как осуществляется снабжение Там, наверное, какие-то тайные подходы, да? А Бетсур же осуждена, но ей доставляют продовольствие Царь снова вступил в переговоры с жителями Бетсур, заключил мир, удалился, напал на людей Иуды, потерпел поражение Как заключил мир, удалился, напал на людей Иуды То есть мир они заключают, вот когда им нужно здесь и сейчас получить некоторую передышку Узнал царь, что Филипп, оставленный в Антиохии, правителем обезумел В замешательстве он пригласил иудеев, во всем уступил, поклялся блюсти договоры Пошел на мировую, принес жертву храму, оказал почесть и месту поклонился Очень интересное повествование Филипп, собственно говоря, остается регентом Пока царь вместе с Лисием, своим обычным регентом, идет на войну И вдруг Филипп предлагает совершенно другое поведение И, кстати, мы уже читали о том, как Гелиадор в свое время пытался на иудеев напасть Отобрать у них все из храма, но в результате было сбито ангелами Вот здесь такое внезапное вмешательство То есть, когда все плохо, когда с точки зрения обычной логики Вряд ли удастся победить, вдруг в тылу врага какое-то замешательство Затем он радушно принял Маккавея, соответственно, Филипп И оставил гегемонида правителем Аптолемаиды до области Геренов Значит, гегемонид некий чиновник И вот эта большая область, в которую входят иудеи Соответственно, он назначил нового какого-то наместника Прибыл к Аптолемаиду Жителям Аптолемаиды не понравился договор Они были оскорблены, потому хотели объявить условия его недействительными Выступил на суде Лисии и защищался как мог Уговорил их, успокоил, склонил на свою сторону Отправился в Антиохию Довольно странный такой обрывочный немножечко рассказ Тут такое ощущение, что чего-то не хватает И вот жители этой области, Аптолемаиды Вступают в некоторые договорные отношения с селевкидами То есть их империя это не просто такая репрессивная огромная машина Но они на некоторых условиях управляют своими подданными И в данном случае вот эта местная община пытается вытрагивать Какие-то более выгодные для себя условия Кажется, им это даже удается Вот как царь наступал и вот как он возвращался Очередная военная кампания Которая, в общем, ни к чему хорошему для селевкидов не привела Оставят ли они в покое, наконец, иудею Или придется еще и еще отбиваться Но в следующей 14 главе мы об этом прочитаем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok